Если вы планируете проводить много времени за своим новым компьютером с системой Windows 7, его можно обустроить по своему желанию. Приветствую. Меня зовут Дэйв Джонсон. Я работаю техническим писателем в команде разработчиков Windows. В течение ближайших четырех минут мы покажем вам, как настраивать компьютер, изменив рисунок учетной записи пользователя, фон и звуки рабочего стола, а также облегчить чтение текста на экране, изменив разрешение. Открыв меню «Пуск», можно увидеть наверняка знакомый вам рисунок пользователя. Вы можете этого не знать, но его можно менять по своему желанию. Чтобы поменять рисунок, щелкните его и выберите команду «Изменение своего рисунка». Выбор не ограничен представленными здесь изображениями. Щелкнув ссылку «Поиск других рисунков», можно открыть любое понравившееся изображение. Это позволяет выбрать для учетной записи свою собственную фотографию или, например, фотографию любимой кошки. Помните, что менять рисунки можно по первому своему желанию. Еще один часто меняющийся элемент оформления – это фон рабочего стола, который иногда называют «обоями». Возможно, вы помните, что в системе Windows XP параметры, отвечающие за фон рабочего стола и разрешение экрана, находились в одном и том же окне «Свойства экран». В системе Windows 7 стало очевидно, что это разные задачи, поэтому они были разделены. Полагаю, смена фона – это не самое скучное дело, поэтому с него и начнем. Щелкните рабочий стол правой кнопки мыши и выберите пункт «Персонализация». Если просто нужно поменять изображение, используемое в качестве фона рабочего стола, выберите пункт «Фон рабочего стола». Можно выбрать подходящую фотографию, например, вот эту и сохранить изменения. Но здесь есть еще кое-что, чего нет в предыдущих версиях Windows. При выборе библиотеки изображений в качестве фона используется показ слайдов, включающий все имеющиеся фотографии. Можно сохранить изменения или дополнительно ограничить набор отображаемых фотографий, что я сейчас и делаю. В разделе «Цвет и внешний вид» также можно поменять цвет элементов рабочего стола, например, панели задач или заголовков окон. Помимо этого, можно выбрать звуки, которые вы будете слышать. Выбрав пункт «Звуки», можно увидеть длинный список звуковых схем. Чтобы провести пробу какой-либо из схем, выберите ее в списке и нажмите кнопку «Проверить», чтобы прослушать сигналы озвучиваемой системой Windows в различных случаях. После выбора фона рабочего стола, цвета окон и системных звуков, этот набор параметров можно сохранить в качестве темы. Темы можно менять всякий раз, когда хочется сменить внешний вид и звуковое оформление рабочего стола. После сохранения тему всегда можно будет найти здесь, в разделе «Мои темы». Можно выбирать любые имеющиеся темы и загружать новые темы из интернета. После настройки внешнего вида рабочего стола можно заняться разрешением экрана. В Windows XP смена разрешения позволяла увеличить размер экранного текста, сделав его более читабельным. В Windows 7 имеется способ лучше. Изображение на любом экране будет оптимальным только при вполне корректном разрешении, которое называется базовым. Это особенно важно, если вы используете плоский монитор, например, жидкокристаллический. Понять, что монитор настроен неправильно, можно потому, что этот круг отображается как овал. Чтобы установить правильное разрешение, щелкните рабочий стол правой кнопки мыши и выберите пункт «Разрешение экрана». Система в Windows должна автоматически определить базовое разрешение, поэтому перетащите ползунок в рекомендуемое положение. Нажмите кнопку «Ок» и проверьте результат. Если монитор по какой-то причине не поддерживает это разрешение, просто подождите примерно 15 секунд, и он автоматически вернется к исходному разрешению. Дополнительное действие для возврата не требуется. Но что делать, если текст стал трудночитаемым и хочется сделать его больше? Вернемся в окно «Разрешение экрана» и щелкнем здесь. Выберите один из представленных вариантов. Это позволит изменить масштаб текста, оставив оптимальным разрешение для фотографий и прочей графики. Если у вас возникают проблемы с чтением текста на экране, вернитесь сюда и измените параметр. Дальнейшие сведения можно найти в руководстве, сопровождающем этот видеоролик. В нем приводится дополнительная информация и даются пошаговые указания по работе с системой Windows 7. Продолжение следует...